Что это саенция и как и почему она работает? Только расти. Но растущая энтропия — это эмерджентное свойство, результат движения большого количества частиц. Возникает вопрос, существует ли для них направление времени? Другими словами, есть ли такой процесс на уровне элементарных частиц, который в обоих направлениях выглядит не одинаково? Как ни странно, оказывается, что есть. В физике частиц существует три фундаментальных типа симметрии — заряда, пространственной четности и времени. Симметрия времени подразумевает, что любые взаимодействия прекрасно работают в любом направлении. Симметрия заряда говорит о том, что при взаимодействиях неважно, где плюс, а где минус. Ничего особенного в так называемом положительном заряде нет. Он равен и противоположен отрицательному, не более. Симметрия четности означает, что среди физических законов нет левшей и правшей. Чтобы было понятнее, представьте, что к Вселенной поднесли гигантское зеркало. В нем ось Z смотрит в обратную сторону, а моя правая рука становится левой. Но что до этого законом физики? В зеркальном мире они должны работать так же, как и в нашем, вне зависимости от того, где левая рука, а где правая. Другими словами, по идее невозможно экспериментально доказать, что вы находитесь не в зазеркалье. Симметрии называют по первым буквам английских названий С, П и Т. В начале 50-х считалось, что им подчиняются все фундаментальные частицы. Но в 56-м году Янг и Ли в своей статье отметили, что симметрия четности не проверялась в экспериментах со слабым взаимодействием. В том же году Дзьян Сьюн Ву, преподававшая физику в Колумбийском университете, планировала рождественский отпуск со своим мужем, который, кстати, тоже физик. Но ее так увлекла идея о возможном нарушении симметрии четности, что она решила отложить отпуск и первой провести эксперимент. Команда специалистов по низким температурам помогла ей охладить атомы кобальта-60 до одной трехтысячной градуса выше абсолютного нуля. Их поместили в сильное магнитное поле, чтобы их спины были, так сказать, направлены в одну сторону. Кобальт-60 радиоактивен. Он распадается за счет слабого взаимодействия, выпуская бета-частицу, то есть электрон. Ученые наблюдали, в каком направлении относительно спины ядра кобальта вылетали эти электроны. Чтобы понять, как этот процесс должен выглядеть при соблюдении симметрии четности, поднесем к нему зеркало. В отражении ось Z отзеркалена, а направления спины ядра нет. Ведь в зеркале вращение по часовой стрелке сохраняет свое направление. А это значит, и там спины ядер будут обращены в ту же сторону. Эксперимент в зеркале, по сути, это тот же самый эксперимент. Когда ядро кобальта-60 распадается, выпущенный электрон может полететь, скажем, вперед или назад. Если симметрия четности соблюдается, вероятность и того, и другого варианта одинакова. А зеркальный эксперимент покажет тот же результат, что и реальный. Однако, если электроны летят преимущественно в одном направлении, вдоль оси Z по возрастанию, то в отражении они полетят по возрастанию отраженной оси Z, то есть в противоположном направлении от обычных частиц. Обычный электрон движется назад, относительно ядер, вращающихся по часовой, то отраженный полетит туда, куда они смотрят. Но это же какой-то бред. Получается, можно определить, находитесь вы в зеркалье или нет. Как волчок из фильма «Начало». Если электроны из ядра кобальта летят в одну сторону, ты в отражении, а если в другую, то в реальности. Звучит довольно дико, но именно это увидели во время эксперимента. В одну сторону электронов летело больше, чем в другую. И не просто больше. Почти все электроны летели против направления ядер. Слабое взаимодействие нарушает симметрию пространственной четности практически настолько, насколько это возможно. Эксперимент Ву разрушил один из принципов, на которые физика опиралась десятилетиями. Каким-то образом, Вселенная все-таки знает, где лево, а где право. Результаты эксперимента потрясли все научное сообщество. Известный физик и нобелевский лауреат Вольфганд Паули, услышав про опыт, назвал его «полнейшей чепухой» и настаивал, что результат – ошибка. Когда результаты эксперимента удалось воспроизвести, физикам-теоретикам пришлось признать, что наша Вселенная устроена не совсем так, как им казалось. Нобелевскую премию за открытие несохранения четности вручили в 1957 году, то есть в год публикации результатов опыта. Открытие заставило физиков переосмыслить многое, но они не стали горячиться и выбрасывать все, что до этого знали, а просто сделали уточнение. Может, не так уж и страшно, что слабые взаимодействия нарушают четность. Это не какой-то отдельный принцип симметрии. Вместе с симметрией заряда они формируют комбинированную четность. Таким образом, если наше зеркало не только отражает оси, но и меняет все частицы на античастицы с противоположными зарядами, то никакого нарушения симметрии не происходит, и математика физических законов будет работать. Это немного успокоило физиков, пока в 1964 году не выяснилось, что некоторые частицы могут нарушать даже комбинированную четность. И тут бац, еще одна Нобелевка. Так были нарушены два принципа, которые физики считали фундаментальными законами природы. Пришлось отступить к последнему теоретическому рубежу под названием CPT-инвариантность, где T — это время. Ладно, решили физики, в слабых взаимодействиях нарушается симметрия четности и заряда, но ведь не симметрия заряда четности и времени. По сей день ученые считают CPT-инвариантность действующим законом Вселенной. По крайней мере, пока ни один эксперимент его не нарушил. Если это все-таки произойдет, то нам придется переписать множество работ 20 века, потому что специальная теория относительности и квантовая теория поля окажутся ошибкой. Хорошо, допустим, с инвариантностью все будет в порядке. Тогда остается небольшая проблема. Если две симметрии по отдельности нарушаются, а все три уже нет, то время не должно быть исключением. Не получится сохранить общую инвариантность, если только две из трех частей можно нарушить. Физики провели эксперимент, который показал, что некоторые частицы напрямую нарушают временную симметрию. Например, два кварка связаны с сильным взаимодействием, но могут находиться в двух разных положениях и даже переходить из одного в другое благодаря слабому взаимодействию. Но переход в одну сторону происходит дольше, чем обратно. Если бы мы записали этот процесс на видео, то на обратной перемотке он выглядел бы не так, как при обычном просмотре. Так и выглядит нарушение Т-симметрии. Получается, что для некоторых частиц есть разница двигаться во времени вперед или назад. Второй закон термодинамики не единственный физический процесс, для которого направление времени играет роль. Выходит, из-за этого нам и кажется, что время идет только вперед. У времени вообще есть направление? По правде говоря, мы до сих пор не знаем ответа, почему время течет в одну сторону. Раньше физики считали зарядовую четность и временную симметрию нерушимыми законами. Но результаты экспериментов пошли против каждого из них. Возможно, ЦПТ-инвариантность тоже падет, прихватив с собой квантовую теорию поля и специальную теорию относительности. Это одна из многих нерешенных фундаментальных проблем на нашем пути к пониманию Вселенной. Возможно, кто-нибудь из ученых пожертвует своим отпуском, чтобы с ней разобраться. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер